Гостевой дом Патра. Этого обзора, наверное, ждали дольше всего. Итак, здравствуй, Роман. Всем привет, ребята. Всем привет. С вами Юрий Азаровский и Оксана. Друзья, мы сегодня зайдем на обзор гостевого дома Патра, который Рома взял в аренду. А также самое главное является бонусом то, что вы можете прийти покушать ваши любимые креп блины. Но об этом чуть-чуть попозже. Сейчас мы вас познакомим с этим гостевым домом. Итак, мои дорогие, давайте начнем этот великолепный обзор. По фасаду имеется парковочная зона с видеонаблюдением. Также есть несколько парковочных мест с правой стороны. Здесь ребята готовят шашлыки и также есть столовая, в которой можете пообедать, если вдруг захотите. Здесь через каждые из 100 метров, как говорится, своя столовая, вы сможете выбрать на свой вкус. Заходим на территорию. С левой стороны это пост охраны с видеонаблюдением. Вкратце-таки все везде подключено. Есть места для отдыха. Очень красивое озеленение. Вы видите, что здесь и фонтанчик, и статуя, и много разнообразных цветов. Очень красивое плетение по самому зданию. С левой стороны, ребята, есть ногомойка. Я прям душевно советую, когда приходите, обмывайте ноги, чтобы в номера себе не нести песок. Ведь без песка вам будет хорошо и прекрасно. Здесь есть на улице туалет дополнительный. А дальше по фасаду есть детская площадка. Здесь скамеечка для родителей и разные тренажерчики для детей. И горочка, и домик, в котором можно повекать. Это все находится на прорезиненном покрытии. Также имеется прачечная. Вы можете заказать себе стерочку своих вещей. Хотя большинство приезжает в летнем. Просто сполоснули, повесили на балконе. Все сохнет классно и прекрасно. Далее у нас имеется рецепшн, на который мы с вами зайдем. Здесь вас встречает Александр. Здравствуйте. Добрый день. Здесь мы заполняем анкету гостя. Ознакомлюсь с правилами проживания, посещения бассейна, противопожарной безопасности. Также вы можете попить холодной водички, оставить вещи, здесь дождаться заселения. Также у нас есть сейф с замком. Можете оставить драгоценные вещи. Как я говорил, много мест для отдыха. Здесь есть разные скамеечки, столики между ними. Как здесь розами пахнет, ребятки. Здесь уже они чуть-чуть отцветают. А дальше там прям кусты роз и сделают это вот плетение зелени. Сердцем этого двора является этот невероятно красивый бассейн с подсветкой. Температура воды сейчас в нем составляет 27 градусов. Как говорится, купайся, в удовольствие наслаждайся. Есть детская зона, фонтанчик такой работает и лежаки по периметру этого бассейна. Ну и о розах я вам говорил. Рядом с этой креслом, качалкой можно наслаждаться всеми этими ароматами, которые и здесь происходят. Дети веселятся, родители счастливы. И со всех номеров, которые выходят по двору, можете смотреть за своими детьми. И Оксана не удержалась, собралась посетить бассейн. Далее, ребята, вот эта новость, самое главное. Для тех, кто любит креп блины, они возвращаются к нам. Здравствуйте. Бар от Романа будет работать. Приходите к нему обязательно и попробуйте все эти вкусняшечки. По ценникам вы все сейчас видите. Мы в конце обязательно тоже продегустируем его великолепные блинчики. Также здесь есть и столики со стульями, за которыми вы сможете посидеть и отдохнуть. Здесь у них есть свой массажный кабинет. То есть, если вам нужен массаж, то вы приезжаете и будете его здесь получать. Работает профессиональный массажист вместе с вами. Его зовут Алексей. И буквально вот-вот начнет свою работу. То есть, для многих гостевых домов и людей, кто хочет приехать и получить реальный релакс от отдыха, это будет большим плюсом при выборе места для размещения. Имеется вот такая вот качель. Далее у нас еще места, где можно посидеть. Есть турнички, на которых можно поподтягиваться. Ну и давайте Оксану запустим бассейн. Пускай она для нас его с вами протестирует. Здесь такая вот еще индивидуальная зона для отдыха. Очень крутой бассейн. В виде корабля я такой еще, честно, нигде не видел. Первые шаги. Оксана в этом году только открывает купальный сезон. Температура бассейна у меня на градусе, где показывала только 29,5. Я вытащила 29,3. Все, Оксана уже здесь пока ждала, пока температуру меряю. Ее уже обкупали со всех сторон. Пошла. Все, счастье и тест бассейна. Ну как тебе ощущения? Детская зона 29,8 показывает. Так что деткам тут вообще прям счастье и хорошо. Тут, ребята, даже работает профессиональная бариста, которая вам приготовит великолепный кофеечек. У нас есть тут критик, которая расскажет вкусный он или нет. И Роман готовится к приготовлению креп-блинов, которые мы сейчас с вами продегустируем. Классно. Прям хвалишь-хвалишь? Да. Вот это прям. Это она второй раз хвалит. Первый в Витязелле и второй в Анапском районе. Представляете? Ты крутая. Первый креп-блин 2024 года. Он пропустил 2023, но, говорит, будет наверстывать упущенное. Смотрим на это волшебство, как он его сделает. Мы верим, что он накосячит. Может, не накосячит. Но было бы интересно, конечно, если бы он порвался, сгорел. Молчит. Я помню, как он спокойно разговаривал с нами, готовя блины. А сейчас что-то как-то подотвык. Ручки трясутся. А, это ты там, ручки трясутся. Успокаиваешься. С чем у нас будет блин, Ром? Блин будет классическим, стандартным. Клубника, нутелла, банан, мороженое. Как это вкусно звучит. Мы видим, кто это будет есть. Прямо самый главный желающий. Посмотрим. Пока на ее фигуру это не влияет, все хорошо. Слушай, а какой у твоих детей самый любимый блин? Блин с нутеллой. То есть, вот этот, который мы будем пробовать? Ну, даже они просто бывают с нутеллой. Ага, то есть, без мороженка, просто блинчик и все. Мне лично самому нравится, например, блин с нутеллой. И когда я туда, например, добавляю орехи. Два-три вида ореха, обжаренного, фундук, миндаль, например, да? И грецкий орех. И когда три ореха ты посыпаешь на нутеллу, мне почему-то показалось, что это альтернативой с никельцами более вкуснее и насыщеннее, и интереснее. Это очень классно звучит. И хочется прям вкуснуть все то, что ты рассказал. Хотя я сегодня много съел. Так, Роман, люди могут прийти к тебе попробовать свои любимые блины. Они уже их распробовали в прошлые годы. И вот мучили меня весь прошлый год. А где блины от Романа? То есть, в этом году у них появилась такая возможность, правильно? Да, конечно, она имеется при входе. Говорите, что на блины? Отгласить, да, что есть желание у них прийти на наш бар, пафешку небольшую, и полакомиться блинами, пожалуйста. Так что, ребятки, не расстраивайтесь. Это не только для тех, кто тут проживает. И вы тоже сможете зайти и попробовать эту вкусняшку. Ну, плюс тут еще вкуснейший кофе девочка готовит. А как тебя зовут? Везут Ника. Вот Ника. Радуй, как говорится, наших гостей. Мы будем рады от них слушать отзывы и про твой кофе. Друзья, что-то он у него не сгорел, не подгорел. Не получается хайпануть, короче. Рома, ты что творишь-то? Очень хотел. Я, да, он прям идеальный получился. Намазываем нутеллочку. Уф, как это вкусно выглядит. Красота. Ой-ой-ой, в общем. Нутелла используется тоже не заменитель, а настоящий. Я помню, как Рома охотился за ней, да? Да, это, кстати, одно время было прям, ну, трэш. А сейчас, кстати, ну, на радость мы нашли и поставки, и все, как-то, и получили. Прям не может не радовать. Вот такая красота. Осталось добавить сюда только мороженка. Это что такое? Это супер-русный копия, они у нас по стандарту и шли. Ну, я не замечал их. Я смотрел уже. А ты на сладкий блин как-то так реагировал чуть попроще. Ага. А, точно, мы же ели там всякие другие. Сладкий блин я вообще, по-моему, один или два раза у тебя пробовал. Ой, ты у кого-то попробовал. У кого-то укусил, да. Прикинь? То есть я ни разу не ел. И сегодня я его не съем, будешь есть ты. Ура! И мороженка с шариками. Это очень вкусно, калорийно и классно. Сколько в этом году стоит, Ром, такой блинчик? На данный момент у нас там 300 рублей. Вот такая прекрасная, красивая и классная. Ах. Ну что, ждем от вас дегустации. Ребята, если вы хотите попробовать, как я и сказал, приходите в гостевой дом Патра, который находится на улице Мира. 221. И пробуйте от души. Ты сам блинчик откуси. То есть это необычный блин, чтобы ты понимала. Он очень отличается. Как тебе? Немножко души. Души, души. Совсем чуть-чуть. Круто? Ну, это вкусная душа. Так, друзья, мы посмотрели с вами территорию. Давайте теперь посмотрим, как выглядят номера. Сейчас мы посмотрим шестиместный двухкомнатный люкс. Находится на четвертом этаже. Заходим. Нас встречает прихожая. Здесь три двери. С левой стороны есть место для хранения, для обуви, холодильник. На холодильнике есть чайная станция, набор посуды. В левую сторону комнаты, по прямой санузел. Смотрим сначала правую комнату. Здесь у нас большая спальня. Размещение до трех человек. С правой стороны зеркало, стол. Есть переносной столик. Вот такое вот удобное кресло, раскладывающееся. Над ним телевизор, сплит-система. Двуспальная кровать. Прикроватные тумбочки. В углу красивый вазон с цветами. С этого номера есть выход на балкон. Балконы. Обязательная вещь каждого номера. И это прекрасно, что здесь мы выходим и видим вид на бассейн. Если у вас там будут отдыхать ваши дети, вам будет удобно за ними наблюдать. И на прекрасное зеленое, видите за вас его, гостиницами и парками аттракционов. На балконе имеется стол, два стула. Смотрим с вами санузел. Здесь он большой. С правой стороны есть раковина, зеркало, фен, мыльные принадлежности. Далее у нас идет унитаз и душевая кабинка. Также есть место, куда повесить ваши вещи. То есть действительно очень большой санузел. Напротив этого номера у нас еще один номер. Он больше похож на зал. Здесь у нас есть кресло раскладывающееся и такой диванчик раскладывающийся. Напротив стоит гладильная доска и есть стол, телевизор, сплит-система, выход на балкон. Напротив у нас есть стул, комод, зеркало и красивый бран на стене. С этого номера имеется также выход и на балкон. На балконе у нас расположен стол, два стула и вид на наше также зеленое, прекрасное. Видите, зеркало. Вот такая красота номер люкс, дорогие друзья. Сейчас приехать сюда отдыхать можно за 6 тысяч рублей в шестерон. Как вам цена? Мы смотрим на четвертом этаже. Двухместный стандарт с дополнительным размещением. Попадаем в прихожую. С правой стороны есть место, куда повесить ваши вещи. С левой стороны холодильник и место для хранения. Здесь есть чайник и набор посуды. Также правила пользования. Место для хранения выглядит вот так. Плечики и куда положить вещи. Также отсюда у нас вход в санузел и в основную комнату. Здесь у нас основная кровать, двухспальная большая, две прикроватные тумбочки, брак, картина. С левой стороны есть односпальное место. С правой стороны есть возможность разложить кресло и разместить там человека. Есть перекатной столик. В углу находится стул и будуарный столик с зеркалом и подсветкой. Также есть телевизор и сплит-система имеется. Номер очень большой и просторный. Вы можете увидеть, сколько здесь места. И имеет свой балкон. С балкона у нас вид во двор на бассейн из этого номера. Имеется стол, два стула. Балкон довольно-таки большой. А теперь смотрим санузел. Санузлы в номерах очень большие, просторные. С левой стороны раковина, зеркало. В мыльной принадлежности также имеется тазик. С правой стороны находится унитаз. И здесь имеется душевая кабинка. Стоимость проживания в этом номере 3500. В данный момент времени за каждый дом по 500 рублей. Сейчас находимся на мансардном этаже. Здесь расположены два номера. Для них имеется такая вот зона отдыха. Стол и два стула. И посмотрим с вами номер 20. Хочется отметить, что с этого номера мы видим Анапу и кусочки моря. Если вы будете отдыхать с другой стороны, вы будете наблюдать именно море. Ну и весь поселок наш Витязево. Заходим в номер. Здесь у нас просторная прихожая. Есть место, куда повесить ваши вещи. С левой стороны место для хранения. А с правой стороны зеркало. Место для хранения выглядит вот так. Из коридора у нас вход в санузел и в комнату. Здесь предусмотрено размещение до 5 человек. Но вы можете снять этот номер вдвоем. Имеется большая двуспальная кровать. Две прикроватные тумбочки. Бра. С левой стороны односпальная кровать. Потом идет у нас раскладывающаяся кресла. Имеется столик с зеркалом. Сушилка. И еще одна кровать. Напротив телевизор. И холодильник со стулом. И есть свой балкон. Здесь он небольшой. Поэтому при входе предусмотрено место для отдыха. Балкон такой французский, так называемый. Но выйти, подышать свежим воздухом из номера тоже можно. Смотрим с вами санузел. Он идентичен прошлому номеру. С левой стороны раковина мыльной принадлежности зеркала. Есть ведро и тазик. Также имеется унитаз и душевая кабинка. Цена проживания в этом номере такая же. 3500 рублей на сегодняшний день. За каждое дополнительное место после двоих будет стоимость 500 рублей. То есть в пятером в этот номер можете снять за 4000 рублей. Ну а теперь самое важное отправиться к морю. После того, как мы поели вкусняшек, ознакомились с гостиницей. Здесь до моря Яндекс показывает, что нам 400 метров 5 минут идти пешком. Точнее не до моря, а до пляжной территории. Пляжи у нас широкие. По ним можно вообще гулять до бесконечности. Больше 40 километров. И это на самом деле прекрасно. То, ради чего вы сюда, собственно, и приезжаете. Давайте прогуляемся. Потихонечку проходим. Простой к мины. День добрый. Потихонечку. Вам тоже хорошая работа. Смотрим столовую. Здесь, ребята, предлагают и поесть у них. Но здесь столовая прям на столовой. Я прохожу и постоянно показываю, как произрастает здесь венератор. Это очень красиво смотрится. Черешня, кстати, уже возле гостевого дома в Патре Поспело. И вот те парковочные места, о которых я вам тоже говорил. Здесь, возле гостиницы Ильяда, тоже имеется своя шашлычная и столовая. Мы к ним тоже придем обязательно попробовать их кухню в следующий раз. Мягкие кресла, столики. Отдыхать. Говорите, не хочу. Даже подогрев для вечернего времяпровождения включили они. Далее мы бы уже пошли прям сразу к морю. Но я хочу забежать к своему дорогому другу Артулеву, который уже начал вовсю работать, друзья. Вот здесь наискосок адрес Знойная, 8А, находится его мангал из шашлычной. Здесь тоже на углу столовой. В общем, их здесь очень и очень много. Здравствуй, мой дорогой. Как у тебя здесь дела? Я привезу тебя, брат. Все отлично, все хорошо. Уже третий день работы в полухода. Это прекрасно. Я смотрю, что у тебя... Первый день лета у нас, ребята. Ну, идем зашить эти все. Всем мирного неба над головой. От души, мой дорогой. Рассказывай, что ты продаешь и сколько это стоит. Смотри, чина шейка, не заморозка. 150 рублей 100 грамм. Свиномяка 120 рублей 100 грамм. Куриная, смотри, грудка, крылья и куриная люля по 120 рублей по 100 грамм. Баранина тоже будет у нас 200 рублей 100 грамм. Дорада 250 рублей, форель 200 рублей 100 грамм. Семка 350 рублей 100 грамм. Грибы 120 по 100 грамм. Картошка 50 рублей 100 грамм. Сар адыгейский жареный на мангале. Один кусочек 200 рублей. Овощи 90 рублей 100 грамм любые. Лангустина 300 рублей 100 грамм. У нас еще креветки будут. Креветка потом, Юрий, еще подойдешь. Много чего будем жарить. Пацаны, там определимся. А вот и мясо. Не заморозка, смотри. Сверху, классно, прекрасно. Грибы 120 рублей 100 грамм. Лук у нас бесплатно. После встречи. Всей бригаде вашей огромнейшей привет. Всегда добро пожаловать, дорогой. Всех привет. Души Айку тоже. Обнимаем, любим целую. И, ребята, посмотрите. Знойная 8А. Прийти сюда можно посидеть за столиками. Находится на пересечении Мира и улицы Знойной. Все, дорогой, давай, пока-пока. Мы погидаем Актурика. Уже сегодня слишком много съели. Двигаемся дальше к пляжу. Здесь, ребята, продают фрукты, овощи. Мы уже к ним подходили. Как-то раз по ценникам спрашивали. Черешня 350. Клубника 400 за килограмм. Стаканы по 180. Если на вес малина 1500, голубика 1800 килограмм. Есть и персики. Персики 200, 250. Горох. 350 килограмм. Помидорки, огурцы. 200 и 100 огурец. Длини, арбузы. Арбуз 100 рублей иранские. 250 наши местные малыши. Штурочка. И кукуруза. Кукуруза 100 рублей. Виноградик по 400 рублей. Это турецкий еще, не наш. Все, хорошо. Спасибо большое. Дальше мы по прямой уже двигаемся. Эта гостиница уже вот-вот запустится. Здесь тоже торговые разные павильончики, специи ребята продают. Вот теперь здесь улица выглядит более живой и приятной. Запустились многие торговые ряды, которых вас очень ждут, чтобы вам продавать разные нужные и ненужные вещи. Вот туда же стойки появились. На улице косички плетут, парикмахерская, сувенирчики разнообразные. А, все, понял. Здесь, ребята, разные напитки на розлив продают. Здесь тоже шашлычки ожаривают. Что-то вроде столовой работает у ребят. В общем, друзья, по ценам, я думаю, вы все можете составить на паузу и увидеть. Здесь также у ребят фрукты, овощи, но они еще готовят. А что-то вы опаздываете в этом году. Здравствуйте. Я думаю, что в скором времени они уже откроются. Готовятся все те, кто решили чуть-чуть попозже начать. Тоже у ребят разные специи, чаи, напитки. Аптека работает. И через каждые 50 метров здесь магазин разливного. Ну, значит, пользуются популярностью. Здесь я вижу, что только готовят его запустить. Ну, а дальше пока еще тишина. Направо в проходы здесь есть разные гостиницы. Вот, кстати, ребятки. И вот по видео, я уже думаю, мы гораздо дольше идем, чем было заявлено даже Яндексом до пляжа. Дюн, это мы впереди видим, но останавливаемся во многих местах. И из-за этого получается ощущение, что долгая прогулочка. Еще круги продают. Лежаки, шапочки, кемпочки, одежда, шортики. Вот, кстати, мне шортики надо, но здесь пляжные. Хочу что-то типа джинсово. Кстати, мы идем на море и будем там купаться. Рыбки. Тут что-то готовят на сковородках. И все еще разные. Рыбки, рыба. Открылась точка, тоже интересная. Магазинчик мы прошли. И дальше тут ребята предлагают разные вкусняшки. Тоже разливное. Мороженки. Здесь пицца, тоже еда на вынос. Парикмахерская еще одна. Прям много-много всего разного. Еще одна аптека и мы доходим до нашего дорогого друга. Ты опять на своем месте? Ты за них работаешь? Да? Похожее? Что? Как там у тебя, рассказывай. Юрча, расскажи, что ты предлагаешь. Что-то у тебя все цены с каждым днем все выше и выше становятся. 70 рублей я был, Юрч. Я тут просто смотрю, сначала было 1,70, теперь почти все 70. Я заказал, они мне прийдут, поэтому я поздно поклею. А, то есть это такая была замануха. Что, до сих пор еще нету? Нет, я хожу нормально. Вкусные, классные, прекрасные. Ребят, напитки, приходите, покупайте. Ну, дорожание на 10 рублей, я думаю, что это не критично, да, за стаканчик полиэтра. Мохито, ты будешь? Клянусь, просто мы на обратном... О, слушай, на обратном пути, вот прям Мохито. Спасибо тебе, дорогой. Все, хорошего дня вам. Гоныш вон остался. Передавайте ему привет, если что от меня. Хорошей работы. Спасибо. Здесь тоже ребята открыли кухню. Рыбку жарят. Разные вкусняшки и мангальный озон. Я вижу, вижу, вижу. Ну, а здесь чебуреки и пирожки. Тоже циники. Сверху все есть, друзья. Моя же кушать хочется, но просто некуда, да? Нет, я не хочу. Не хочешь больше? Ты боишься своих желаний, да? Да все уже. Друзья, заработала столовая Гурман. Мы сейчас тоже в нее зайдем, посмотрим. В общем, мы все... Нет, мы зайдем, глянем. Мы не есть там, не собираемся. Мы просто одним глазом увидим. Короче, мы в море должны сейчас так искупаться, чтобы... Проголодаться? Чтобы пищеварение очень хорошо заработало. Хорошо. То есть столовая большая, просторная, классная. И можно увидеть, что она довольно-таки популярная. Ваши отзывы говорят о том, что действительно здесь прям очень круто. Кратенький обзор я пока кушать не могу уже, но показать хочу. То есть много разных вкусняшек. Все стоит за витриной. Он предлагает прохладительные напитки. Не думайте, что все без ценников. Ценники здесь тоже есть. Сначала покажу, как это выглядит по еде. То есть как оно смотрится. За стеклышком снизу все гарниры. Все должно быть вкусно, прекрасно и классно. И аппетитно для вас, друзья мои. И поворот. Пациентникам, я думаю, что мы вот здесь посмотрим салаты. Первые блюда. Приближаем. И сравнивайте по ценам с другими столовыми, с вашими домами, где вы живете. Будет интересно узнать. Если ели вы в столовой, то тоже напишите, как вам. Понравилось, не понравилось. Мне это будет все интересно. Если вдруг не рассмотрели, вот он, пожалуйста, еще покрупнее. А сколько уже работаете? Ну вот, мы сегодня первый день открылись. С открытием вас там. Поздравляю, хорошая работа. От души. Спасибо. Поесть можно и здесь на улице посидеть. С видом на наши дюны. Красатища, друзья. Это просто прекрасно. И дальше двигаемся уже к пляжу. Как меня все радует, когда все открывается. Все начинает работать. Люди счастливые, довольные. Тоже рады, что работа пошла. Тут, кстати, пока все очень клево. Потому что здесь не загорожено новыми торговыми рядами. Это может нас только порадовать. Здесь у нас на море проложены в этом году вот такие вот настилы, по которым можно идти и наслаждаться. Видами также на наши дюны, влево-вправо. И на счастливых людей, которые возвращаются с моря. По их виду улыбчивому. Мне кажется, там прям очень хорошо. Температура воздуха вечером, ребят, уже 26,6 градусов. Сегодня была тридцатка. Как приятно наблюдать. Дети играют в футбол. Здесь у нас туалет останавливается. Кстати, вот сюда на пляж можно тоже ходить. Там Роман руководит им. Хорошие ребята работают. Но мы идем пока на муниципальный. По прямой здесь уже оклеивают переодевалки какой-то рекламой. Говорится, дай бог нам больше переодевалок. Рекламируйте что угодно. Магнит, косметик, поблагодарите эту переодевалочку. Уже на стилу к самому звуку провожили, но еще его не запустили. Хотя людей на пляже много. Еще восемь переодевалок. Спереди по четыре с каждой стороны. Выставлены мусорки. Это настоящий кайф и удовольствие. Хотя бы здесь они и есть. И дальше начинаются уже теневые навесы. Перед этим с левой стороны уже практически полностью готовный бар. Территория. Тут ребята переодеваются. Привозят лежаки дополнительные. В этом году у нас новшества. Видите, вот такие вот как бунгало или лежаки появились большие. Стоимость лежаков у нас в среднем по 400 рублей. Здесь также есть. Можете увидеть. Лаунж диван 2000. А шезлонки по 400 рублей. Вот эта тема называется лаунж диван. За 2000 рублей. Смотрится клево, честно. Прямо как минимум есть выбор. Это очень хорошо. Выходим дальше на территорию пляжа. Места здесь в принципе хватает для всех. И людей прям, 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 прям. Много, 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 много. Я думаю, что все. Отдых, наверное, пошел. 1 июня 2024 год. Фантастика. Температуру моря замерил. У нас сегодня показывает такую же великолепную, как и вчера. Море классно, прекрасно. Немножко водоросли под берегом. Но когда вы заходите совершенно чуть-чуть глубже, вода становится кристально чистой. Это при том, что сегодня целый день. Вы видите, здесь гумесиво. Люди купаются. И наслаждаются этим великолепным отдыхом. Чего я каждому из вас желаю. Приезжайте, отдыхайте. И получайте заряд бодрости. Температура воды вот здесь показывает сейчас 24,8. То есть все по факту, все как есть. Так, среди детей находиться в море прям опасненько, особенно с моим оборудованием. Мы пойдем, наверное, искупаемся. И добавим это еще в видео. Мы пойдем на более свободный пляж. Отойдем в левую сторону. Я вам сейчас как раз и покажу, как, если вы не хотите купаться среди большого количества людей, находить свободные места. Мы прошли совершенно немножко. И смотрите. Без проблем. Давай, мы тут будем. То есть мы тут нашли одну девушку в бикини и море. И красота. Вот. Мы были буквально 50 метров. Круто? Вот просто эффект крутой? В принципе, да. Это такой прикол. Просто люди как все сбиваются в кучку и все. Здравствуйте. Крабики. Оксана решила не купаться. Она будет охранять наши вещи. А мы идем в море. Пока тут фотографируют всех и искупаемся от души. Когда ты приходишь на пляж, он прям свободный и тут в воде. Там пару человек отдыхает. А там прям очень много людей. Ты думаешь, вау. Но такого быть не может. А оно всегда и так и происходит. Проходим в глубину, выходим на мель. Тут береговая линия везде разная. Штормами переформировается. Если в Анапе прям долго идем, да, то здесь вот глубина, мель и опять пошла глубина. И посмотрите, какая чистая, прекрасная вода вас ждет, если вы чуть-чуть пройдете вперед. У нас уже сегодня закат. И это нас очень сильно радует. Ну что, друзья, я достаточно глубоко зашел на счет. Раз, два, три. Лето в Анапе. Ура! Кайф! Слушайте, по низу водичка прохладная. Здесь же сверху вода просто кайфовая, теплая. Это фантастика! Какое удовольствие существует! После такого дня, сегодняшнего на призону, много съеденной еды, окунуться в море. Любимым, классным и прекрасным. Давайте еще раз. Раз, два. Друзья, номера напрямую указаны, сайт там, все для бронирования. Вся информация по ценам на сайте есть. Если что, звоните Роману, зачиняйте, кушайте его любимые крепы блины. Точнее, мои любимые его крепы блины. И мы вас ждем в нашем офсерном прекрасном Витязево. Надеюсь, что ваш отдых удастся лучше, чем где-либо именно здесь. Это же в этом уверенном. Берите с собой, самое главное, хорошее настроение. А все остальное, все эти прекрасные, приятные впечатления, наше Витязево уже содержит в себе. Раскройте свои объятия для того, чтобы все принять. Крепко обнял, жду вас у нас в гостях. Берем-то на параллель. Вот такой вот интересный обзор у нас получился. На гостевой дом Патра, на пляж на улице Мира, проход к морю. Все очень классно и красиво. Больше всего, конечно, радует вот этот момент, когда на пляже нет людей, просто отойдя в несколько метров в сторону. Вам всем привет, черноморские. С вами была Оксана и Юрий Азаровский. Увидимся в следующем видео. Ну а сейчас по традиции для вас минуточка моря от души. С вами был Игорь Негода. Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.